В 1946 году на территории будущего закрытого города был введен строжайший запрет на любую фотосъемку. Три фотографии на стенде в городском музее, единственные кадры, сделанные жителем тех мест на свой страх и риск. Место для создания самого закрытого города страны специальной комиссии скала и в Подмосковье, и на Урале, и в Казахстане. Но выбор остановили на затерянном лесах, старом монастыре, при котором был организован 550-й военный завод. Это место московской комиссии очень понравилось. Они целый день обошли все цеха, осмотрели. Кругом им очень понравилось, что кругом этот завод находился в дремучем лесу. Еще одним фактором, сыгравшим в пользу поселка Саров, стало наличие своей электростанции, двух рек и расположенной узкоколейной железной дороги. Казалось бы, глухой угол, но час лета до Москвы. Представьте себе. А в округе еще металлургические комбинаты, заводы. Два-три часа, и они уже там что-то могут взять. Это ведь не на Урал ехать. На принятие такого важного решения у комиссии, в которую ходили Юрий Харитон, Павел Зернов и Иван Никитин, ушло всего несколько дней. По официальным данным, приезд группы из Москвы датируется 1-2 апреля 1946 года. А постановление о создании за то подписано 19 числа того же месяца. 1 января 1947 года этот объект взяли за проволоку. И все. И уже кто, допустим, был за зоной, вот так они и остались. Вот к родственникам ушли, и все, они уже не могли сюда войти. До середины 60-х годов на территории Сарова соблюдался режим строжайшей секретности. Въезд и выезд ограничены, а личная корреспонденция жителей города проходила через сотрудников комитета госбезопасности. Но цель оправдывала средства. Все это позволило в кратчайшие сроки создать и испытать атомное оружие. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.